МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире исторический журнал «Власть факта». История для нас – живая наука. Мы ищем в ней ответы на сложные вопросы современности. Купец в России – фигура противоречивая. Фольклор не жалует купца. Купец – плутец. Купец божица, а про себя отрекается. И, наконец, сакраментальное – не обманешь, не продашь. Еще меньше жалует купца русская литература. От Гоголя и Булгарина до Горького и Бабарыкина. Всюду бешеные деньги. Темное царство. И в то же время вокруг нас наследие купечества. Демидовские заводы. Третьяковская галерея. Детская Морозовская больница. И до сих пор известно выражение слова «купца». Так кто же такие купцы? Благодетели или мироеды? Кем они были для русского общества и государства? И являются ли сегодняшние русские бизнесмены наследниками того купечества? Говорим об этом с нашими гостями. Юрий Александрович Петров, директор Института Российской Истории. Добрый вечер. И Александр Иванович Аксенов, ведущий научный сотрудник Института Российской Истории. Добрый вечер. В России не сложился такой вот европейский жанр купеческих хроник. У нас не было своих бутенброков, не было своих форсайтов. У нас, скорее, по выражению Островского, купечество было темным царством. 1850 год. Журнал «Москвитянин» печатает пьесу молодого драматурга Александра Островского «Свои люди сочтемся». Московские купцы были возмущены тем, как в ней изобразили нравы и быт их сословия. Своим личным распоряжением император Николай I запретил ставить пьесу в русских театрах. Запрет будет снят только спустя 11 лет, уже при Александре II. Нечестные, необразованные и бездушные – такими купцы предстают у Островского и почти во всей русской литературе. Во многом это связано с тем, что ее представителями были в основном дворяне, которые отнюдь не симпатизировали купеческому сословию. Почему у нас такая вот идея синкразия на купца? Да, может быть, это вот эта извечная русская собственность, как стяжательство, купец как мироед, недоверие к богатству? Цветаева ведь говорила, создание неправды денег в русской душе неистребимо. Все это так, и все же таки, я думаю, что нет у нас принципиальных различий с Европой западной. Капитализм у нас развивался примерно так же. И особое отношение к этой социальной прослойке, оно было, а все же таки процессы были теми же. Как ни ругали купцов, но мечтали многие мастеровые и мещане выйти в люди, стать такими своими людьми, которые могут посчитаться. Что касается Островского, то, конечно, Александр Николаевич сам выходец из этой среды, он, конечно, сыграл тут весьма мрачную роль, и все советские школьники о купечстве судили по Кабанихе и Дикуму из пьесы его «Гроза». Или вот Пиров у нас был показан, приезд к гувернантке в купеческий дом. Совершенно какие-то монстры, совершенно бездушные, жестокие люди. Конечно, это было совсем не так, хотя и были там и такие, разумеется. Но здесь еще есть какая-то интеллигентская, я бы сказал, спесь. Спесь интеллигенции, которая, русской интеллигенции, которая считала вот своим нормальным занятием сидеть, попивать вино, играть в карты и ругать правительство, и ничего не делать. А вот тех, кто торгует, кто фабрики строит, вот тех считать какими-то чумазами, плебеями. Я бы сказал, что это межсословное отношение. Дворянство как самый привилегированный класс или сословие в России несколько снисходительно смотрело на представителей других сословий, в том числе и на купца, который, в общем, занимался с точки зрения дворянина не очень важным и сейчас неприглядным делом. Смотрим на Европу. Там тот же Томас Пейн пишет, купец есть доверенное лицо общества по управлению общественным богатством. То есть ему вручались как бы ключи от общества. В России ведь никогда не было такого, да, отношения к купцу, как к некой значимой общественной силе. Зато сам купец со временем вполне стал осознавать ту значимость дела, которым он занят. И все-таки он всегда был фигурой на задворках дворянской империи. Вот даже посмотреть Гоголя, тот же ревизор вообще, как там унижены купцы и... Ну, конечно, оршинники, как их называют, городничий, да. Да и в московском обществе была даже такая известная песенка, у Яры цыгане пели «Московское купечество, изломанный оршин, какой ты сын отечества, ты просто сукин сын». Все это было, и тем не менее, все-таки отношения в обществе это было не отражение реалий, потому что реально купец осуществлял очень важную экономическую и социальную функцию. Он, можно сказать, экономическими связями скреплял единую хозяйственную систему страны. Когда же он себя почувствовал более-менее человеком, пожалуй, это современно Александра Второго, я бы сказал. Именно тогда... То есть реформа, по-прежнему, реформенная. Да, реформа. А тогда были введены в воинскую повинность, то есть отпала рекрутская вот эта льгота. И другие реформы были проведены, которые, в общем-то, купца лишили прежнего такого сословного привилегированного статуса. И тем не менее, купец в это время – это основная экономическая фигура в стране. Ну, сословное, оно было разное, да? Было три гильдии, и в зависимости от капитала купец записывался в одну из гильдий, да? Первой гильдии купец мог вести торг и оптом, и в розницу третьей гильдии купец мог вести только розничную торговлю. Более того, я должен сказать, что жалобной грамотой городам Екатерина ввела еще один институт купечества, так называемые именитые граждане, с очень большим капиталом, который нужно было объявлять – 50 тысяч рублей. Это очень большая сумма. Но зато, как бы законодательно, правительство пыталось создать некую промежуточную прослойку между дворянством и купечеством, потому что именитые граждане, в том числе, за службу отцов, дедов и самого себя, могли получать дворянское звание. Ну вот интересно, что это специфическое отношение к купцу отразилось и в надписи на памятнике одному из самых знаменитых купцов в российской истории – Кузьме Минину, где он назван не купцом, а гражданином. Гражданину Минину. Смотрим сюжет. Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Такая надпись выбита на постаменте памятника двум организаторам русского ополчения. С подачи придворного историка Николая Карамзина правящая династия Романовых решила увековечить героев, которые в 1612 году освободили от поляков Белокаменную. И тем самым открыли путь на престол первому из Романовых Михаилу Федоровичу. Установленная на Красной площади в 1818 году композиция скульптора Ивана Мартаса стала самым первым памятником в Москве. Открывали его помпезно, с праздничным парадом и под звуки оркестра. Вот только личность одного из героев оставалась для многих загадочной. И надпись «Гражданину Минину» стала причиной различных толков среди образованных людей. Пушкин называл ее неудовлетворительной и считал, что надо бы написать «Мещанину Казьме Минину», так как происходил он из купеческой среды. Осень 1611 года. В Нижний Новгород, главный центр купеческой России, приходит грамота из Москвы. Ее автор не установлен. Возможным был патриарх Гермоген или духовенство Троицкой Лавры. Так или иначе, послание к нижегородцам содержало призывы собраться и освободить Москву от польских интервентов. Прочитав грамоту, городской совет решил собрать горожан у Кремля. Слово взял недавно избранный земский староста Кузьма Минин. «Захотим помочь московскому государству? Так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жены детей закладывать и бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником». Так летопись передает слова Минина, обращенные к нижегородцам и в первую очередь к купечеству. Согласно легенде, сам Минин, не очень богатый торговец мясом и рыбой, пожертвовал все свое имущество на экипировку ополчения. От остальных купцов требовали меньше, третью деньгу, то есть одну треть имущества. Далеко не все добровольно жертвовали на спасение Москвы от интервентов. И с теми Кузьма Минин не церемонился, отбирая нужное силой. В осенние дни 1611 года земскому старости Минину фактически принадлежала власть в городе. Впрочем, патриотические настроения горожан преобладали. Для них речь шла не только о спасении Москвы, но и России и православной веры. На собранные купеческие деньги вооружилось ополчение. Главой войска стал князь Дмитрий Пожарский, но Кузьма Минин отправился в поход как распорядитель и казначей предприятия. В начале марта 1612 года ополчение выступило из Нижнего Новгорода. А в ноябре в Кремле уже не оставалось ни одного поляка. Помня заслуги Кузьмы Минина и зная его деловые качества, новая власть удержала его при себе. Ему был пожалован чин думного дворянина и водчины. Минин стал одним из тех, кто управлял московскими делами в то время, когда царь Михаил Федорович уехал на Богомолье. В последующие годы говорить о купеческом происхождении Кузьмы Минина было не принято. Потомки Михаила Федоровича Романова купцов не жаловали. На постаменте памятника скульптора Мартаса Минин не случайно был назван гражданином, а не купцом. Между купеческим сословием и государством нарастало отчуждение. Только один раз купцы были приглашены в правительство Павлом Первым. Но дворяне видели в них конкурентов и так возмутились, что Александр Первый, едва став царем, распорядился членов из купечества на срочное время избранных отпустить в их домы и впредь подобные выборы прекратить. Вот смотрите, Минин гражданин. А был ли вообще такой институт гражданства вот в Нижнем Новгороде, где сильная роль купечества? Если говорить строго, то для периода смуты, уж не говоря о более раннем времени, даже самого понятия гражданина гражданства не существовало. Мне-то думается, что Карамзин, ну как бы пытаясь облагородить, может быть, приподнять значимость такого явления, как Кузьма Минин, вот и придумал этот гражданин. Но некоторые считают в историографии, что это сделано им под влиянием французской революции. Ну вот как-то по-французски очень звучит. Да, да, да. Хотя... Ситуаен? Ситуаен. Это и есть гражданин в Плеснях. А гражданин – это гражданин. Да, да, да. Вот эта вот связь меня интересует. Институт города, по большому счёту, был ли в России институт города, и, соответственно, вот это вот, да, то, что немцы говорят, штат Люфтмахтфрай, воздул города освобождает. Город, который в европейском смысле создал третье сословие, которое потребовало своих прав. Вот у нас что? Это только в Новгороде, может быть, было? Города на Руси, прежде всего, были административными центрами, то есть центрами власти. Не центрами торговли. А потом прирастали посадами и становились экономическими центрами. Но никаких особых прав горожане российские не имели. Были записаны в сословия, в те же мещане, в купцы. Да, они во власти не стремились, и есть государь-император в Петербурге, у него есть правительство, они решают, а наше дело торговать, и так далее. Но купцы ведь при этом участвовали очень сильно в городском самоуправлении. Это верно. Они были отцами города. Особенно в Московской городской думе две трети, а иногда и три четверти всех городских гласных, то есть депутатов, были купеческой профессии. Но за свой счет. Разумеется, они и туда и шли, чтобы люди практики, люди дела, они прекрасно понимали, что нужно для благоустройства города. А вот возвращаясь к средневековым этим республикам, Псков, Новгород, это что, была некая европейская альтернатива такая торговая, купеческая, которая была в самом зародыше, задушена московским... Тут нужно, разумеет, прежде всего, географическое положение этих городов. Среди прочих русских городов они были ближе всего... К западу. К западу. И, соответственно, их торговля покоилась прежде всего на торговле заграничным товаром. Слово ярмарка немецкого происхождения ярмаркт, годовой, ежегодный рынок. Но нигде так полно и ярко не проявился русский купеческий дух, как в ярмарке. Главной российской ярмаркой была Макарьевская, она же Нижегородская, на Волжском торговом пути. Как там в путешествии Онегина, Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим. 1913 год. Последний перед Первой мировой войной. Летом в Нижнем Новгороде, как обычно, проходит крупнейшая ярмарка в России. В том году в ней приняли участие почти 3000 торговых фирм и больше 13000 российских и зарубежных купцов. Торговали в постоянных каменных корпусах и в тысячах деревянных лавок. После начала войны на территории ярмарки будут размещать беженцев и военные подразделения. Торговля постепенно придет в упадок. Ярмарку на Волжском торговом пути стали проводить еще в 16 веке. А наибольшего расцвета она достигла во второй половине 19-го. После того, как на левом берегу Оки, рядом с Нижним Новгородом, был построен новый гостиный двор. Сюда съезжалось по 200 тысяч человек, в то время как жило в Нижнем Новгороде всего 20 тысяч. Торги продолжались с середины июля и до начала сентября. И в жизни купеческой России Нижегородская ярмарка была одним из главных событий года. А вот Пушкин в путешествие Онегина видит здесь один обман. Сюда жемчуг привез индеец, поддельный вины европеец, табун бракованных коней пригнал заводчик из степей, всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. А вот касаясь мифологии купечества, так как она создалась в русской культуре, вот этот вот обман, аферы, вот это вот, с другой стороны, слово купца. Насколько была велика культура доверия? Вот если посмотреть, скажем, как происхождение капитализма по Веберу, очень много основано на доверии. Насколько сильна была в купеческой среде эта культура доверия? Я бы сказал, что все имело место в купеческой жизни, так же, как в жизни любого сословия, любой социальной группы. Есть и негативные, и позитивные стороны. Есть два способа накопления капитала. Это копейка к копейке, он обычно свойственен был старообрядческим представителям купечества, или обман. И других способов накопления капиталов не существует. Они характерны не только для России, они характерны для всего западного мира, то есть для всей нашей нынешней цивилизации. Американцы, что называется, или быстро, или честно. Да, да, да. И поэтому уж можно сказать, что, конечно, бывали среди них откровенные плутые мошенники, но бывали честнейшие люди, в том, среди четвериков, например. Он всеми признавался кристально, кристаллически честным человеком, и к нему прислушивалась буквально вся Москва, не только купеческая. Извини, он ввел первым в России систему копартнершипа на своей фабрике. Он рабочих сделал акционерами своего предприятия. Это было великолепное начинание, как бы его еще не было в Европе. Ведь наших купцов во многом как бы считали индульгенцией такое их занятие благотворительностью или собирательством. Вот, вроде бы они все-таки кабанихи, но поскольку создают галереи, вроде как им выписывалось в советское время, во всяком случае, такая индульгенция оправдали. А на самом деле они заслуживают нашей благодарной памяти гораздо больше за то, что они создали в производственной сфере. Если вы посмотрите центральную Россию, то вот эти промышленные оазисы в Иваново, Москве, в Рязани, в Тверик, фабрики эти знаменитые, текстильные, именно они преобразили центр России и сделали его из крестьянской страны, превратили в индустриальную страну. Мы и за это должны быть глубоко благодарны, за то, что они двинули нашу индустриализацию. Вот вы знаете, вы упомянули здесь старообрядцев, и я думаю, что, наверное, все-таки не случайно, что одними из самых успешных купцов в России оказывались либо инородцы, да, евреи, бухарцы, либо старообрядцы, о которых наш следующий сюжет. Вот с таких примитивных ткацких станков начинались самые крупные российские капиталы. Морозовы, Рябушинские, Гучковы, все они прошли одинаковый путь. Основатель семейства, крепостной крестьянин из старообрядческой общины, искал способ работать на свою семью, а не на барина. И начинал заниматься доступным видом производства. Ставил у себя в избе ткацкий станок. На нем выделывал ткани и шел продавать их в город. Чтобы выдержать конкуренцию, устанавливал невысокие цены на качественный товар. Он договаривается, барин уже не гоняет его на барщину. Он получает свободу производственной деятельности. За это он платит денежный оброк барину. Барину выгоднее получать деньги, чем стоять с палкой над душой этого парня, который будет там на поле шевелиться неизвестно как. Чтобы выкупиться из крепостной зависимости, порой приходилось потратить пол жизни. Основатель знаменитой династии Морозовых начал работать за ткацким станком в 15 лет, а стал свободным только в 50. Окончил свою жизнь владельцем нескольких мастерских. Переносить трудности помогала вера и связанный с ней жизненный уклад. Еще в Екатерининское время стало заметно, что мужики-старообрядцы достигают наибольшего успеха в делах. Постоянные гонения, необходимость выживать сделали их дисциплинированными и сформировали особое отношение к труду, близкое к протестантской этике. У них все были в работе. Не было деления на тех, кто наживает, и тех, кто потребляет. С раннего возраста все вносили какой-то свой трудовой вклад в это дело. И эти люди, в середине 19 века, все эти бывшие крепостные мужики, они вытеснили дворян из производства совершенства. В конце 19 века самые богатые семьи Москвы старообрядческие купеческие династии. Жертвуют огромные суммы на больницы, храмы и покровительствуют искусством. Парадоксально, что именно эти консерваторы поддерживают в искусстве новейшие направления. Самый яркий пример – особняк Степана Рябушинского в Москве, построенный в стиле модерн и оформленный врубелем. Но в то же время внутри него хранилась коллекция старообрядческих икон. Старообрядцы даже в начале 20 века старались не смешиваться с дворянским сословием вплоть до полного бойкотирования неравных браков. Был такой случай, когда одна из Бахрушиных вышла замуж за князя, так их не принимали в домах вот этого уровня. Это считалось предательством. Они держались, у них было своё понимание, что то паразиты, крепостники, эксплуататоры, которые гоняли наших отцов и дедов, били их палками и выжимали из них пот и кровь. А мы трудовые люди, мы совсем другие люди. Многие купцы-старообрядцы поддержали революцию. Но после октября 1917-го это их не спасло. Вся собственность старообрядческих семей была национализирована. А в прекрасном особняке Рябушинского поселился буревестник революции – Максим Борький. Та мысль, которая здесь прозвучала, меня больше всего интересует, в какой степени наших старообрядцев можно сравнить с этими американскими веберовскими протестантами? Та же этика труда. Этика труда, да, это сравнимая категория. Но что касается отношения к самому богатству и к делу, то есть и существенное различие. Всё-таки по большей части русский купец воспринимал богатство не как личное достижение и как только лишь для личного употребления. Он всё-таки его воспринимал прежде всего как дело, которое идёт на общественное благо. В чём был такой сильный элемент благотворительности? Почему купцы? Это была некая легитимация капитала? Или это было то же самое продолжение этой ответственности перед Богом? Совершенно верно. Ответственности перед Богом и прежде всего отношение к самому богатству. Именно это порождало такую мощную и, наверное, уникальную отдачу в благотворительной сфере. Но есть ещё другие факторы и весьма значимые, отличающие старобрядцев от кальвинистов или протестантов. Старобрядцы были репрессированы государством, конфессиональной группой. Им было запрещено вступать в государственную службу. Запрещено военную карьеру делать. У них практически не было выбора. Чтобы сохраниться, они должны были заниматься бизнесом. Плюс хорошие навыки старобрядчества, отсутствие вредных привычек, табакокурения, винопития. Глубокие семейные. Да, глубокие семейные. УЗЭ. Всё это свою роль играло, безусловно. Семья ведь являлась, тоже здесь это прозвучало, экономической единицей. Конечно. То есть, дела велись семью. Весь бизнес, московский и старобрядческий, в том числе, он всегда был организован на семейной основе. Почему они поддерживали революцию? Купцы. Так часто известно, и большевиков поддерживали. В чём смысл был? Раскладывали риски? Они не революцию поддерживали. Это немножко такое, может быть, извините, журналистское выражение. У них была своя идеология. Идеология заключалась в том, что они сознавали себя хозяевами жизни. Вот уже дворянство своё отжило. На смену приходит новый слой, слой деловых людей. Купец. Они называли себя купцами, хотя это, в общем, уже тогда было не обязательно покупать гильдийские свидетельства, чтобы заниматься бизнесом. У них была идея, которая выражалась одним из братьев Павлом Лебушинским в его газете «Утро России». Купец идёт. У него была серия статей, и он доказывал, что дворянство своё отжило, идёт на смену отжившему дворянству новый прогрессивный класс. Этот класс нуждался в социальной опоре. Как часто происходит, что хотели, и что получили немножко разные вещи, потому что новые хозяева жизни, которые пришли, уже отменили купечество как класс, и единственным возможным предпринимательством в России стало подпольное. Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. Спасибо. Отечественный не подойдёт. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. Дефицит. Непременный спутник советской плановой экономики. Государству никак не удавалось удовлетворить спрос населения, даже на так называемые товары первой необходимости. На помощь приходили предприимчивые граждане. Как их только не называли. Спекулянтами, цеховиками, фарцовщиками. Это люди на самом деле с такой хорошей предпринимательской жилкой. И, конечно, трагедия этих людей состояла в том, что вот при социализме, при советской экономике выпало жить. И, кстати, многие за это свой энтузиазм, эту предпринимательскую активность, они поплатились. Цеховик и фарцовщик. Два основных представителя советской теневой экономики. Цеховики создавали подпольные производства. Зачастую прямо на заводах. В третью смену шили модные плащи, водолазки, сумки и шарфы, белье и скатерти, удобную красивую обувь. Фарцовщики сами ничего не производили, но выменивали вещи у иностранцев, перепродавая их затем своим соотечественникам. Часто в ход шел натуральный обмен. Например, американский галстук, на бутылку армянского книга. С осуждением я не помню, чтобы кто-то к ним относился, наоборот, с благодарностью, что вот благодаря им можно было купить те же самые джинсы и чувствовать себя очень комфортно и прямо летать от счастья, что и у тебя такие джинсы клевые, что называется, есть, и ты можешь на дискотеку пойти в них. государство боролось с теневой экономикой беспощадно. Ведь подрывались сами устои социалистического общества. Появлялось частное предпринимательство. Это уже не говоря о том, что в СССР проникали вражеские ценности, хотя бы в виде джинсов. Для теневиков в уголовном кодексе были предусмотрены специальные статьи. Например, незаконные валютные операции и спекуляция. По статье спекуляция грозила лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества. За валютные операции и хищение социалистической собственности предусматривалось наказание вплоть до расстрела. Были достаточно в общем такие попиющие, если хотите, факты. Когда директор одного из заводов построил жилой дом для работников своего предприятия. Фактически вот из неучтенных материалов, что называется. Ему удалось ресурсы вывести в тень, построить дом для работников и в конце концов его очень жестоко наказали. Все изменилось в конце 80-х годов. Перестройка позволила предпринимателям выйти из тени. Но именно в теневой экономике СССР было положено начало значительной части капиталов постсоветской России. Государство совершенно яростно блюло свою монополию на собственность, на валютные операции. Самая расстрельная статья, как я понимаю, у нас за преступления против личности не давали столько расстрелов, сколько валютчики, там я помню, дело было Рокотов и Фейбиш, дело Рокотова и так далее. Государство охраняло прежде всего основу свою экономическую, социалистическая основа государства. В этом вся суть. Поэтому любое движение сверх социализма, любая форма предпринимательства это подрыв основ социалистической экономики. и поэтому на такое время такие нравы. Если разобраться, ведь слово спекулянт у нас оно обладает такими очень сильными негативными коннотациями. Негативные в нем есть содержание, хотя происходит оно из латыни спекуляцию это умение просчитывать развитие событий, умение предвидеть. В общем-то оно изначально никогда не было таким негативным. У нас даст спекулянт спекуляция это уже как бы по моему формировки уголовного кодекса. Хотя это означало часто, что человек в одном месте купил, в другом продал ну какой-то выгодой естественно для себя. И тем не менее это несовместимая вещь социалистической экономики. Мне кажется наше сознание оно не готово принять то, что вы сказали с какой-то выгодой для себя. Как это так? Купил в одном месте, продал до сих пор по-моему так к бизнесмену относится. Продал в другом месте, вроде ничего не сделал, да? И из воздуха он вдруг получил какой-то процент. Релятивизм социализма. По-моему даже релятивизм русского сознания, потому что вот то производство, которое не растет от земли, люди не готовы принять то, что, так сказать, купи-продай может принести прибыль. Да, и может быть в этом как раз основная причина того, что наша советская система не смогла конвергироваться, не смогла эволюционировать по хотя бы китайскому такого Дэн Сяопина, который поставил бы интересы экономики выше идеологических запретов. Вот у нас как частная собственность и всякого рода спекуляции вот несовместимы они были. Даже попытки Косыгина в 60-е годы ничего не дали. И система ну система в общем сама собой и умерла. Но вы знаете, при этом интересно, что ген предпринимательства был неистребим. Уже как новая эпоха показала, как показали 80-е и это очень хорошо показали вот эти первые законы. Закон о кооперации и закон об индивидуальной трудовой деятельности. Два самых знаковых наверное закона перестройки. 1988 год. В разгар перестройки принимается закон о кооперации в СССР. Отныне граждане получают право объединяться в кооперативы, производить конкурентно способные товары и заниматься торговлей, удовлетворяя растущий спрос населения. Таким образом, руководство страны надеялось дать новый импульс советской экономике. Кооперативное движение охватило страну. К началу 1989 года в Советском Союзе было уже 77 с половиной тысяч кооперативов. Исследование, проведенное в 90-м году, показало, что эффективность их работы выше, чем у государственных предприятий в 5-6 раз. Правда, лишь небольшая часть первых кооператоров осталась в бизнесе в последующие годы. Но все это уже, наверное, было поздно. И Советский Союз советскую систему спасти уже не могло. А я вспомнил сейчас по поводу неистребимости духа капитализма фразу из воспоминаний Владимира Рябушинского, который в эмиграции издал воспоминания под названием «Купечество московское». И завершал он их такой фразой «Большевики уничтожили и загнали в тундры тысячи хозяйственных мужиков России». Он называл своих коллег по бизнесу «хозяйственные мужики». Уничтожили ли они тем самым дух купечества в России? «Нет», отвечал он. Потому что естественный ход хозяйственной жизни ежедневно порождает тех же самых хозяйственных мужиков, за которыми и будущее России. Но, разумеется, он не предвидел формы, в которых произойдет это возрождение. Наш капитализм, он приобрел, конечно, иную окраску, иную форму, чем это было до революции. Он ярко выраженный олигархический, где у мелкого хозяйственного мужика, к сожалению, мало шансов выбиться наверх или просто сохранить свое дело. В этом смысле разрыв традиции какой-то произошел. То, что вот это 70 лет социализма, несмотря на то, что сохранился предпринимательский ген, но то, что происходило последние 20 лет до становления свободного рынка в России. Сначала дикое, затем под патронажем государства, оно как бы с нуля, с чистого листа продолжается. Да, это верно, потому что на самом деле я знаю единицы людей, потомков старых русских купцов, которые успешно работали вот на уже на нынешнем рынке. Люди и потомки ушли давно естественно из этой сферы. То есть мы вышли не из той старой купеческой России, мы вышли из Советского Союза и собственно свои советские государственнические инстинкты. Это новое явление, да. Ну знаете, вот что я могу сказать в завершение. У нас сотни лет истории купечества и очень часто это была в России история отчуждения купца и государства, иногда даже купца и общества. И всего лишь 20 лет нашего условно свободного постсоветского рынка. Так что о сломе культурного стереотипа говорить еще рано. Но мне кажется, что в обществе происходит психологическая перемена. Именно в том духе, о котором вот вы здесь цитировали Рябушинского. Мы начинаем понимать, что основное богатство нации это не нефть и не газ, не лес и не золото, а это свободный, активный и социально ответственный предприниматель. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе директор Института Российской Истории Юрий Александрович Петров и ведущий научный сотрудник Института Российской Истории Александр Иванович Аксенов. Спасибо. Это был исторический журнал «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Россия культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин